так ребята всем привет давно меня просили подписчики там схему контрольки своей короче я пользуюсь уже очень давно вот такой вот контроль кай вот вот так она у меня выглядит сейчас специально ты размотал все из этой чтобы вам показать конструктив то есть у нас вот кнопочка лампочка 5 ватная 2 светодиоды пескучий динамик сзади с обратной стороны вот такие у нас детальки еще два транзистора два диода и несколько резисторов но то есть смысл короче этой контрольки она совмещает себе и обыкновенную контроль q плюс лампочную и плюс но при должном навыке сейчас объясню то есть можно определить это 5 вольтовое питание там 12 вольтовое основное вот и плюс ей безопасным то есть можно там везде тыкать не боясь что-то там повредить или сжечь потому что на обычные вот светодиодные вот такой контрольки вот на этой то она выдает я вот раз уже показывал мне отдарю подписчик она выдает довольно такой нормальный порядка 20 миллиампер ток из нее идет это уже очень ну такой серьезный ток сейчас короче объясню на покажу на схеме чё как она работает и то есть потом объясню как там что происходит ли вот ну и схем соответственно приложу кто захочет сам может все повторить ну еще раз напоминаю ребята я создал канал на яндекс зене и вчера начал создавать потихоньку на рутубе канал то что если кому надо ну там чтобы не потеряться смотрите подписывайтесь я ссылки все закреплю в первом комментарии и в описании видео предложу одну нору тут будет долго пока выклад там чутки модерации вообще там никогда ничего не делал на и на яндекс тоже ничего не делал пока еще не понял но выкладываю короче пока будут выложены все мои видео которые на ютубе вдруг просто не дай бог заблокируют чтобы не потеряться вот а там уже потом посмотрим есть ну либо будут дублирующие висей ну или же потом если наладится то ну как будем продолжить на ютубе там решим тогда мы с голосование проведем он ряд погнали будет интересно так ребят смотрите то есть у нас вот есть контроль кода я вот подал 12 вольт блока питания то есть смотрите мы подаем ведь загорелся ярко горит красный светодиод мы видим плюс если нажать кнопку видите загорелась ярко лампочка это мы даем 350 порядка миллиампер 5-ваттной лампочки нагрузку это вот так она работает и опять же смотрите если например реле это подключили плюс на реле и управляющий вывод реле ведь мы видим лампочка светится нажимаем сработало реле но силовая лампочки не загорелась светодиод горит мы видим что это потенциал ярко светится это 12 вольт потенциал видите прям прям ярко ярко горит нажимаем то есть я не знаю как микрофон поднесу реле слышите вот я нажимаю и то есть мы можем управлять реле как бы еще и подавать нагрузку ей же и то есть можно понять что да не горит лампочка потенциал есть нажимаем за счет а там какая-то нагрузка включена вот на этом проводе на питающем проводе то есть как правило всегда вот ну на питающем всегда будет гореть обычная лампочка загораться теперь делаем смотрите делаем напряжение 5 вольт и теперь смотреть что происходит видите лампочка светится в пол накала я сейчас зажму и вот смотрите то есть вот лампочку нас горит в пол накала то есть делаем прям буквально пол вольт все она на всю горит ну или же если ниже там она сразу же вот сейчас мы подаем прям 4 и 3 вольта и вот видно видите она еле-еле светится соответствуюсь можно уже оценить величину напряжения то есть у нас тут пороговый стоит ну да сейчас дальше по работе схемы я вам объясню то есть смотрите сейчас пока я отложу в сторону так так как бы лучше наверно записать давайте я сейчас по другому с другого ракурса так ребят смотрите короче у нас как получается вот у нас щуп иголка да с нее у нас сигнал идет через переключатель микрике там использую да на вход вот самой контрольки вторая часть если мы нажимаем переключатель у нас просто обычная лампочная ну на массу соответственно все это замыкается и получается у нас вот через щуп через лампочку на массу да то есть обычная лампочная контролька а вверх короче у нас смотрите какая получается канитель то есть если у нас минус собой потенциал минус у нас спокойно через диод проходит и открывает вот этот транзистор у нас соответственно когда он открывается у У нас получается плюс питания через транзистор, когда он открылся, запитывает бипер, который с генератором сам пищит, если на него подать питание. Ну и, соответственно, 220 Ом и параллельно загорается зеленый светодиод. То есть мы видим и визуальную индикацию, и звуковую. Ну и, соответственно, на массу. То есть минус отсюда пришел, плюс отсюда, и у нас все работает. Вот. А вот когда она 12 вольт, ну, логическую единицу, да, то есть питание увидит, то есть смотрите, смысл какой. У нас идет 12 вольт через стабилитрон, то есть у него напряжение стабилизации 4,7 или 5,1 вольт. Ну, соответственно, 12 выше, оно получается как параметрический стабилизатор, вот этот резистор и этот. И у нас, соответственно, получается, ну, нормальное, короче, напряжение, у нас открывается вот этот транзистор. То есть сюда плюс не идет на эту часть, она получается закрытая, да, ничего не светится. А отсюда, то есть плюс прошел, он у нас открыл на базу транзистора вот этого BC847, может любой NPN транзистор. И он у нас тоже открывается, и, соответственно, тоже вот плюс через токоограничивающий резистор для светодиода идет на красный светодиод и, соответственно, на минус. У нас загорается красный светодиод. Но, вот смотри, когда 12 вольт, он прям железный, его открывает все четко. Вот, а когда у нас 4,7 граничный, да, то есть он чуть, он вообще прям микро-микро-микро токи идут, напряжение, он чуть-чуть приоткрывает вот этот транзистор, не на всю. И, соответственно, ну, то есть он увеличивает вот это сопротивление этой цепи, и он светится, ну, в пол накала еле-еле. Как только напряжение стабилизации, ну, вот это напряжение входное превышает напряжение стабилизации этого стабилитрона, то он открывается на всю, и, то есть он ярко-ярко светится у нас вот этот светодиод. Вот, то есть вот этим вот стабилитроном можно настроить порог, нижний порог, который напряжение он будет отслеживать. Ну, у меня обычно, то есть я смотрю, опорное напряжение от датчиков обычно 5 вольт, в машине там ниже там не используется. Вот, то есть как раз вот эта функция этого стабилитрона, это вот как раз отсечь нижнюю границу, и мы понимаем, что, ну, вот, то есть там 4,7, он еле-еле начинает светиться. Там при 5 вольтах он уже там чуть-чуть поярче светится, но не на весь накал, а как только превышать там уже 6 вольт примерно, он открывается на всю, и ярко светится. И самый главный плюс, то есть смотрите, вот у нас тут на щупе порядка, ну, 3 вольт, 2,7 где-то напряжение питания присутствует на игле, но, поскольку всю вот эту цепочку запустить, да, постоянно, короче, запитка идет вот через этот резин, через диод и через вот этот резистор, у нас получается 2,7 вольта тут, но ток, если, ну, короткого замыкания, всего 0,2 миллиампера. Можно попробовать вот этот резистор там сделать 300 кОм, но он иногда происходит самовозбуждение, не очень. По той же причине я их ставил, то есть вот цель этих резисторов, вот этого и вот этого, мы создаем начальный, как бы, это, подтяжку. То есть, когда нету минуса, мы через вот это сопротивление подаем потенциал плюса, чтобы гарантированно вот этот транзистор был закрыт. То есть, в принципе, они необязательные, можно без них поставить, но они иногда начинают там на всякие наводки, там, палец поднесешь, срабатывает, улавливает это. А когда с ними, то, то есть, надо уже, когда, ну, железо наткнули щупом, потенциал есть, тогда вот она начинает работать. Вот, то есть, вот такая вот схема, в принципе, ничего трудного, я еще потом тогда, ну, попробую сделать для лутера PDF, чтобы можно было распечатать и на, я там, на текстолите вытравить там с помощью лазерной утюжной технологии. Приложу тогда, или же там сами можете развести. То есть, у меня вот получается, сейчас, получается, вблизи, у нас получается, вот эта вот батарейка, это аккумулятор, вот такой, литий-ферум, ну, железо-фосфатный на 3,2 вольта. То есть, батарейка должна быть 3-х вольтовая, или CR-2032, ну, вот этой просто я уже, грубо говоря, я ее спаял года 2-3 назад, и еще ни разу его не заряжал, то есть, его очень намного хватает. Ну, вот, это у нас с генератором бипер, на схеме он, вот он, да, аккумулятор, вот он, бипер, вот он, красный светодиод у нас, вот он, зеленый, ну, он параллельно с бипером, вот эта цепочка включена. Так, лампочка у нас, вот она, 5-ваттка, ну, и, соответственно, вот микро-выключатель, вот, нажимаем, и мы, соответственно, с обычной светодиодной переключаем на лампочку. Ну, и с обратной стороны она вот так выглядит. Вот, если кому-то там вдруг захотите сами что-то себе разводить, вот, может, кому-то на мысли такие. То есть, у нас, получается, нижний, вот он, диод простой, и через вот эти вот резистор, транзистор, он у нас открывает, ну, сжигает зеленый светодиод, и вот бипер вот так по диагонали впаян. А верхняя цепочка вот как раз стабилитрон, подтяжка через 1 мегаом, и, соответственно, вот у нас НПН-транзистор, в коллекторе у нас стоит 220 Ом, а через эмиттер у нас напрямую вот на светодиод идет. Вот, вот такая конструкция. То есть, входной щуп у нас тут большую площадку, чтобы можно было припаять. И, соответственно, вот через микрик, вот, ну, общий вывод, это нормально замкнутый, а вот этот коммутируемый контакт. Соответственно, когда коммутируем, вот она на вывод лампочки сразу, и по ксиполам все это дело приклеено. Вот такая вот контролька. Никогда она мне еще не подводила. Так, ребята, вот такой у нас сегодня видосик получился. Вот такая вот контролька. Короче, всем рекомендую, то есть она удобная, вот, ну, нажимаешь пальцем, переключаешь, как бы сразу и нагрузочку дать можно, и рылюшечкой поуправлять можно, ей же прям вот через эту лампочку нажимаешь, ну, и, соответственно, включаешь, выключаешь, проверяешь, как бы искать, когда очень удобно, там, бля, сигналки раньше вот ставил ей, это, центр замок, провода там минусом управляются, раз, так, ну, нажал, джинс, подал минус через эту же лампочку, соответственно, сработал, не сработал, там, видишь, вот, ну, такая, если вот правильную применять, то есть она довольно, вроде, ну, простая, обычная лампочная, и это, но, во-первых, безопасная, не нагружает цепи, ну, просто лампочкой можно нагрузить, а светодиоды, она ничего там, особо никакого влияния не оказывает, потому что в отличие от обычной, вот, такой дешевый за 100 рублей. Вот, так, ребят, что еще хотел сказать, еще раз напоминаю, в первом закрепленном комменте и в описании видео, все ссылки будут на, ну, мой канал на Дзене и на Рутубе будут потихоньку тоже дублировать, потому что, ну, сами понимаете, ситуация в мире непростая, сегодня мы работаем на Ютубе, завтра Ютуб скажет, идите нафиг, вот, так что, как бы, кому дорог мой канал, мы уж с вами там, не знаю, породнились, не породнились, ну, как бы, жалко будет вас всех потерять, вот, но, поэтому, как бы, стараюсь продублировать, хотя это тоже время занимает, я вот на Дзен загрузил, наверное, там, около 40 видео, только пока, и то вот уже сижу вторую неделю, ну, неделю уже точно, вот, фигачу, вчера вот вечером два видео на Рутубе, ну, там как-то очень интересно видео, когда загружаешь, они там что-то отправляют на модерацию, ну, просто так сразу не публикуется, вот, и, то есть, вот, ночь простояла, утром глянула, они все еще так и висят на модерации, так что, ну, как бы, ссылку оставлю, вы подпишитесь там, а там еще тоже, кстати, просьба, чтобы каналы лучше продвигались уж эти, ну, там, есть возможность там какой-нибудь лайки, комменты, ну, или там какие-нибудь видосики, если кому-то прям интересно, может посмотреть там, чтобы время вот этих просмотров, все это канитель там бежал, вот, ну, как-то так. Ладно, ребят, всем мира, всем добра, всем пока!